Уважаемые друзья, сегодня Абхазия переживает один из самых сложных моментов в своей многовековой истории. 20 лет мы доживаем остатки советских времен, не создавая ничего принципиально нового. И в наше динамичное время это означает, что если ты не идешь вперед, ты останавливаешься и тебя обгоняем. Многие наши государственные институты не конкурентоспособны, они делают имитацию деятельности и носят фасадный характер. Другие занимаются тем, что выжимают из народа все соки. Этому пора положить конец, ведь в условиях маленькой Абхазии у нас есть все возможности для эффективного и современного управления. Я обращаюсь к своим сверстникам. Да, нам многое чего не нравится в современном политическом процессе, но мы не можем стоять сторонными наблюдателями. Мы можем потерять нашу страну, ведь до точки невозврата осталось совсем мало. Поэтому мы не позволим себя обмануть. Мы сделаем все возможное, чтобы наша страна пошла по пути развития. Уважаемые ветераны, мы любим вас, мы высоко ценим вас, мы воспитывались на ваших подвигах, мы стремились быть похожими на вас. И по-прежнему мы верим в вас. 27 мая, не могу сказать пару слов, народный сход, который проходил в паре десятков метров отсюда, на набережной Махаджира. Сейчас очень много разных правовых анализов делается по этому поводу. Но хочу напомнить, что простой юридический анализ не может раскрыть полностью это действие. Это действие является действием традиционной государственности Абхазы. Абхазы всегда судьбоносные свои решения решали именно на народных сходах. И некоторые, говоря о том, что у нас неконституционный переворот, забывают про это. Мы прямые потомки сходов. Предтеча нашей государственности – это Лыхненский сход 1989 года. И мы это должны помнить. 27 числа активное участие в сходе принимало молодежь. Это говорит о преемственности. Это говорит о том, что легитимность схода в глазах у народа очень высокая. Сегодня, не могу тоже не сказать, посместно говорят о подкупе избирателей. Разве сама возможность массового подкупа – это не оскорбление, не утеря достоинства, если это происходит на общенациональном уровне, то не означает ли это, что Абхазы потеряли свою национальную достойку, потеряли уважение к себе и, как следствие, деградируют как нации? Разве мы не наблюдаем это сегодня? Но я все-таки хочу уверенно заявить, что никакой подкуп, никакие махинации не смогут остановить наше стремление к позитивным изменениям реформам, которые жизненно необходимы нашему государству. Мы призываем всех участников выборного процесса отказаться от таких форм, как подкуп, потому что это противоречит абхазским традициям и унижает достоинства Абхаза. Мы призываем Центральную избирательную комиссию со всей ответственностью подойти к предстоящему судьбоносному выбору, сделать все, чтобы народ наш не был обман. И я уверен, что победит тот, кто пошел по пути просвещения народа, открывая глаза на проблемы нашего государства и ищет пути к решению этих проблем. Мы хотим не роскошной жизни, а достойной жизни на нашей священной земле, сохраняясь на свою честь. Нам стыдно стоять с протянутой рекой перед соседом, чтобы накормил наших стариков. Мы хотим гордиться своей страной. У нас есть кандидат, который верит в реформы, который идет ради реформы, который знает, что перемены и изменения в лучшую сторону – это то, что нужно нашему народу. У нас есть команда национально ориентированных реформаторов, изменения политической системы, полная модернизация государственной машины во всех сферах. Вот по какому пути должны пойти наши государства. Современная медицина, современное образование, современная армия, современные технологии в управлении, элементарная справедливость, как один из критериев качества, с сохранением многовековых традиций абхазского народа. Вот какой мы хотим видеть Абхазию, и такой она будет. Всех нас объединяет стремление к изменениям в лучшую сторону. Поэтому мы должны изменить все, помогая, контролируя все процессы государственного дела. Перемен в лучшую сторону – вот что мы ожидаем от команды Хачима и Габни. Это не просто ожидание, а наша требования. Мы готовы участвовать во всех преобразованиях, стать движущей силой реформ. Ведь все мы хотим процветания нашей Родины. И понимаем, что без изменений это не получится. Еще одной причиной поддержки команды Хачима и Габни является тот факт, что подавляющее большинство лидеров и активных участников национально-освободительной борьбы абхазского народа, начиная с 60-х, 70-х годов прошлого века, сегодня стоят рядом с Хачимом. Мы высоко ценим нашего Владислава Арцинба, и люди нашего возраста всегда сожалели, что не родились раньше, чтобы участвовать в освободительной войне против Грузии под руководством Владислава. Для нас, безусловно, имеет огромное значение его мнение. Еще раз повторю, мы увидели в них, команде Хачима и Габни, искреннее понимание необходимости реформ в нашем государстве, способность проявить мужество и решительность для притворения их в жизнь. Мы можем решить наши проблемы. Для этого нам необходима консолидация всех сил, реформы и преобразования, стремление к достижению процветающего и справедливого общества и станет той платформой, которая объединит наш народ. Уверен, что в недалеком будущем мы будем жить в таком обществе. Главное сейчас, стоя на перепуте, сделать правильный выбор. Идем ли мы по пути модернизации, прогресса или возвращаемся во вчерашний день со всеми нерешаемыми проблемами и опасностью все потерять. Ждать осталось недолго. Призываю всех отнестись к предстоящим судьбоносным выборам со всей ответственностью, обязательно принять участие и сделать выбор вольфу реформы. Благодарю всех за внимание. Спасибо.